Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Так, я значит правильно сделала, что сюда пришла, не? Ага, а там патронов нету, кстати, оттуда ушла. Нет, там нет никаких запасов. Ну, давайте обелиск пристыковать. Установить обелиск. Ну, мы монстра того убили, не знаю. Будут у нас еще проблемы с обелиском? Возможно, будут. Так, длинный коридор. Думаю, мы, может, какие-то запасы еще можем найти. Зона невесомости. Зона невесомости. Ну, куда нам теперь? Не понимаю. Пойдемте соберем здесь что-то собрать. Мне надо подлечить его. Да, блин, кредит-то зачем? Лечилку мне. Представляете, ни одной лечилки нет. Так, я вижу панель, которую нам нужно разблокировать или что-то сделать. Они, наверное, связаны с обелиском. Лечилочку, пожалуйста. Так. Заряды, заряды. Они рассчитывают, что я сейчас с кем-то буду драться. Помимо монстров может еще кто-то видеть. Угу. Так, а может, в этих ящиках есть что-то? Нету? Только в зеленых, да? Нет, в таких не бывает. На счет, я их больно много здесь. Решила на всякий случай поверить. Тут есть, кстати, баллон с горючим. И я думаю, что нужно будет с кем-то сражаться. Не просто. Аптечка от меня улетела, и я не успела вылечиться. Существа, которые вначале появляются, они не так сложены, но они не раздражают. Они похожи на куриц. Они когда бегают, не знаю, не раздражают. Они эти складываются в свои. Все больно. И из них, я не знаю, они стреляют по нам каким-то... Не знаю, веществом отличают такое. Разницы нет, оно нас убивает. Отлично. Удастся. 5-6-6-7-7-7-8-√-1-1-1-1-1-1-1-1-1. Прошло. В zelfе. Играет музыка Так, чуть-чуть сэкономили патрон, где ещё одна. Так, нужно патрон немножко оставить, там ещё одна будет тварь. Кривит, кривита. Ладно, пойду ещё куплю патронов, что-то их не хватает вообще катастрофически. Так, а вот ещё запасы. Кредит, кредиты. Всё, какая-то ерунда ненужная. Сколько кредитов у меня тут? Всё заблокировалось. Фиг. Фиг мне называется. Так, запасов больше нет. Вот на этом моменте почему-то на рельсах застревает обелиск. Почему-то. Почему они защищают его, они понимают, что это что-то ценное. Блин, как-то сложности какие-то. Взять нужно сначала подвинуть сюда. Потом снова перевернуть эту штуку. Я слышу какой-то звук в обелиске. Как эхо какое-то. Не понимаю. Взять нужно. Взять. Продолжение следует... 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 я слушала ее потому что было немножко в шоке того как нас обвели вокруг пальца они скопировали обелиск точно такой же есть в реальности для того чтобы провести эксперимент на планете просит эксперимента что происходило здесь на корабля правительство проводила эксперимент на фигеть значит мы рвали тут извините меня жопу делали все возможное чтобы выбраться живыми а это коза значит убил кейна и свалила отсюда я ненавижу людей которые притворяются добрыми уж лучше такие какие есть чем притворяться об этом делают таких вот так как это овца она еще с таким высокомерием с такой гордостью одном об этом рассказывала что она как будто бы за все эти эксперименты как будто бы не просто ее наняли до изучить работу на на как агент с ними летела я читала кодексе но она реально была горда что правительство такие эксперименты проводила вот у кого мозг совсем сгнил по ходу дела это у кедры когда можно как можно спокойно смотреть на все что произошло здесь так хладнокровно сколько людей погибло из этих экспериментов она счастлива что видите ли у них какие-то все-таки результаты есть что это того стоило на считает у меня какая-то внутренняя ярость я не знаю как объяснить меня больше подавленность из-за того что нас развели как лохов ведь айзек хотел свою жизнь отдать чтобы спасти кендру я же бежал сюда еще думала как же так рука на не успеет но мы ничего не можем поделать что в мире есть такие люди но пусть эта игра выдуманная до история на жизнь тоже есть такие люди получается у них нет ни совести возможно у них даже нет души потому что так хладнокровно относиться к таким вещам то что она считает что все что здесь произошло оправдал их не цель то что если была возможность они бы еще раз так сделали просто как биоробот вот и нет никакой человечности внутри это не относится ли к женщинам или к мужчинам таких людей везде в любой стране каких-то странах больше людей зомбируют под видом религии и традиции да а вот и они больше как послушные марионетки ведут себя как биороботы это свободу воли люди каких-то странах больше проявляют не буду говорить про свою страну потому что других не было и не знаю как люди вообще относятся к происходящему мире одно дело нам показывать по телевизору другое дело общаться лично с людьми которые живут на другой стороне земли так скажем да как говорил и везде есть хорошие плохие люди просто каких-то людей больше сдерживают поэтому возможно меньше возможности проявить свое слово так скажу сказать то что они думают открыто людей держат в страхе в ежовых рукавицах думаешь помочь людям да а кто-то вот так вот обманом может внедриться к вам друзья притвориться но был один момент когда я не поняла ее реакцию она кого-то радовалась что хаймант не выкарабкается надо как будто бы наполовину и хитна с улыбкой это все сказала по интонации было слышно я еще сказала как будто вы и пофигу кому-то даже рада так наверное внутри важный звонок лучший способ было так скажем отвести от себя подозрения свалить все на хаймонда как и в мире тела часто вот я и говорю даже у людей у кого развита интуиции равно могут быть обмануты такими людьми нечестными какая-то кендра может быть хитрость больше свойственно женщинам с этим я согласна но чувство совести одинаково есть и в женщинах и в мужчинах поэтому все таки это зависит от человека мужчины могут больше злоупотреблять своей силой у кого человечность не развита душевность до женщины в свою очередь за физических возможностей и наоборот что физические какой-то часть в какой-то мере они слабее чем мужской пол поэтому они прибегают хитрости одинаково иногда может победить силой иногда может победить хитрость надо может победить ум то есть знание но вообще побеждает энергия света внутреннего когда она массово развивается в мире сейчас люди очень слабы поэтому одному человеку очень сложно и скажем а и воспользоваться даже защиту чтобы с ним плохие вещи не происходили это как вы думаете о страхе и озвывается думать о хорошем нужно дольше скажем больше приложитесь усилий нужно чтобы человеку было больше энергии положительной энергию отнимают страхи подавление принуждения навязывания ну и вредные привычки зависимость все отнимает человека энергия еще очень много энергии отнимает плохие взаимоотношения с родными людьми с отцом-матерью с братьями и сестрами мы не выбираем в данным давайте будем говорить так мы не выбираем на рождаемся родных и близких то есть разные бывают ситуации разные бывают люди и не буду сейчас о духовных моментах что можно быть таким развитым человеком когда развиваешься на свет до перевоплотиться и выбрать себе маму и папу я не будучи авиа карнации и тем более этот это философский разговор и я на эту тему тоже не могу утверждать мне есть просто какое-то мнение но я в этом не уверена стопроцентно да вот будем говорить так что мы не выбираем когда рождаемся у кого родиться и люди бывают разные некоторые намного роднее нам не по крови на мы встречаем хороших людей в жизни друзья однако какие-то также очень много энергии отнимают наши бывшие партнеры возлюбленные даже просто если эмоциональная связь какая-то остается если я полностью внутри себя не искоренить вот сентиментальные моменты воспоминания музыка просто какая-то память о человеке это все отнимает человеку энергию жизненно смотрите да все очень непросто так конечно лучше радоваться жизни но нам не дает урос так наслаждаться жизнью нам приходится выживать и на это тоже уходит много энергии поэтому этот вопрос такой неоднозначный я просто вам рассказываю как это все вижу я и как это происходит но не обязательно как бы вам верь просто вам рассказываю как я это воспринимаю ну что ж давайте узнаем что это за николь которая в течение всей игры просила у нас помощи я конечно немножко шоке и ну и и и Продолжение следует...